Вероника, где ты? Где ты, Вероника? Тебя все ищут. Где ты, Вероника? Пожалуйста, подключайся. Друзья, ждем Веронику Миронову. Вот она, по-моему. Да. Да, 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 да. Мы, наконец-то, ее видим. Сейчас она подключается. Ура! Добрый вечер, Яна! Ну как ты была? Почему мы никак не могли сконнектиться? Да, были какие-то проблемы со связью, я так понимаю. А ты подключалась, да? Я подключалась, да, пробовала много раз, но, к сожалению, не получалось. Супер, супер. Я рада тебя видеть, Яна. Я тоже очень рада. Ну что, добрый вечер. Да, добрый вечер. Скажи, пожалуйста, ты человек, который знает все про Монако, и вот сейчас Оксана Бондаренко рассказала, что уже практически закипела жизнь на Сан-Барте. Что происходит в Монако? Вот я хочу на пару деньков слетать к моей подруге Наташи Якимчик в гости. У нее в Монако потрясающий всегда отдых, она мне организовывает. Скажи мне, будет ли в Монако в этом году лето? Ну, на сегодняшний день в Монако карантин отменен, но это не означает, что Монако вернулась к привычной жизни, то, что мы привыкли видеть. Это пляжи, роскошные вечеринки, прогулки. Этого всего пока нет. Из всего, что работают сейчас только магазины. Вестераны закрыты, пляжи закрыты. То есть, практически продолжается карантин, хоть он и отменен. Ну, скажи, а когда мы сможем, в общем, попасть? Понятно, что у нас когда-нибудь откроют границы. Как ты думаешь, когда уже все-таки Монако заживет своей жизнью? Это август все-таки или июль? Сложно сказать. Какой-то конкретной информации по поводу того, когда откроются пляжи, на данный момент нет. Но есть слухи, и по слухам вроде как вы юли. Ну, посмотрим. Сейчас пока сложно сказать вообще, когда Монако вернется к жизни привычной. Действительно, люди напуганные, люди носят маски, люди дистанцируются. То есть, да, к тому, к чему мы привыкли еще совсем не то Монако. Совсем не то Монако. Скажи, мне просто все писали, спросите у Вероники. Это просто очень был засыпан весь директ. Потому что ты, конечно, популярная девушка. Тебя знает весь Лазун. Спасибо большое. Все Монако. Все смотрят фоллы для тебя в Инстаграме, потому что ты большая модница. Скажи мне, пожалуйста, у всех вопрос. Ты постоянно, у тебя очень такая насыщенная жизнь. Ты очень много путешествуешь, очень много летаешь. Как ты можешь сохранять такую форму? Почему ты такая худенькая, накачанная и худенькая? Объясни мне. Вот понимаешь, как добиться такого, чтобы ты была вся рифленая, точеная и еще худенькая? Вот скажи мне, что ты делаешь? Только честно. Ну, я, наверное, могу сказать, что прежде всего это генетика. То есть человек, если он предрасположен к полноте, к такой явной, наверное, ему очень сложно будет сохранять такую стройность. Я думаю, что правильное питание, конечно же, я придерживаюсь его, правильного питания. Это не потому, что вот так правильно, так нужно делать, потому что я люблю это. То есть все, многие знают, что у меня на завтрак это геркулесовая каша на воде, без соли, без сахара. В основном я люблю рыбу и какие-то легкие продукты. Я не могу сказать, что я любительница поесть. Так было всегда. То есть если у меня в холодильнике пусто, я даже не пойду там что-то готовить. Да, да, да. Подожди, а какой рост и вес у тебя? Меня прям замучили. Я считаю параллельно. Сынно самый популярный вопрос у меня тоже. Мой вес 43 килограмма, это было всегда. То есть он плюс-минус 2 килограмма. Я всегда весила так. Да, и мой рост 167. Это вообще, конечно, это мечта просто. То есть ты носишь самый маленький размер, да? Да, я ношу самый маленький размер, более того, что я его иногда еще и ушиваю. И ты не поправляешься? Конечно же, если мы где-то в Паризе, да, где-то мы какой-то праздник. Естественно, мы употребляем больше пищи, что-то хочется съесть вкусненького. Конечно, конечно же, плюс один. Но это не так, что это как-то... А спорт есть? Спорт. Спорт регулярно. Я обожаю спорт, да. Я хожу на спорт 3 раза в неделю примерно. То есть... Это все равно... Я люблю бег. Да, я люблю бег. А вот скажи, пожалуйста, все спрашивают, почему у тебя такой никнейм в Инстаграме Вероника Орхит. Расскажи. Интересный вопрос. Да, мне очень интересно, что у меня очень много моих подруг, которые любительницы цветов, да? Вот. Я знаю, что ты очень любишь цветы, но почему орхидея, почему? Мне всегда интересно, потому что проще же написать там свое имя, фамилию. Это как бы, ну, понятно. То есть получить, например, галочку, имея там никнейм Гном Гномыч, было практически невозможно. Было очень много вопросов, почему именно Гном Гномыч и так далее. Вот как, как, почему ты не поменяла? Даже с галочкой ты осталась Вероника Орхит. Вероника Орхит, это уже давно со мной, со времен одноклассников, если я помню, когда я создавала свой, свой профиль в одноклассниках, я сидела и думала, ну, как же, что же мне такое придумать? Вроде бы и оригинальная, но без фамилии, да? На тот момент у меня был бутик в Москве. Значит, бутик, флористическая студия, да? И я подумала, какой цветок мне нравится, мой любимый? Да, Орхидея. Почему нет? Орхид так образовалась. Класс. Слушай, скажи, ну, вот, наверное, сейчас самый главный вопрос у всех. Как бы, что ты думаешь, будет ли мир прежним? Вот я знаю, что ты любишь красивые вещи, красивый отдых, очень много тоже занимаешься благотворительностью, за что я тебя очень люблю и знаю про твои добрые дела, сколько ты делаешь. Скажи, будет ли, вот, Вероника, у меня один вопрос. Будем ли мы, будет ли мир прежний? Будет ли по-прежнему вот эта любовь к жизни, любовь к люксу, любовь вот к этим путешествиям? Или все-таки вот как-то все поменяется после этого? Вот твое мнение какое? Сложно сказать однозначно, но я все-таки считаю, что переоценка ценностей произойдет с людьми, действительно. Ну, а любить жизнь, почему нет? Мне кажется, мы сейчас, пребывая на карантине, переосмыслили жизнь и любить ее будем даже с двоими девочками. Ты сказала себе, вот больше вот там не буду покупать того-то, того-то лучше сейчас возьму там, вложу во что-нибудь другое. Вот нет такого вот? Потому что я, например, ты знаешь, у меня вообще как-то изменилось отношение к вещам вообще, то есть я сейчас там избавилась от кучи вещей в гардеробе, то есть мне как-то стало вообще немножечко неинтересно. Нет такого ощущения, что действительно меняется все вокруг тебя? Я не могу сказать, что я какой-то заядлый шипоголик, который скупает, все сметает на своем пути из бутиков. Нет, но ты любишь люкс. Я считаю, если ты любишь люкс, у тебя есть возможности, тем более там у тебя есть и бизнес, и ты можешь себе это позволить, то в принципе почему бы и нет. Но вот все говорят, что будет с люксом, как так же говорят, что будет с принтом, что будет с журналами, что будет с брендами, что будет с люксом. Вот будет ли люкс прежний, будет ли столько клиентов, будем ли мы хотеть это покупать, нужно ли нам будет это, куда это выгуливать, зачем, может быть уже как-то стоит остановиться. И после пандемии вообще поменяется вкус, вообще поменяется предназначение вообще того, что мы вообще в этой жизни делаем. То есть может быть все поменяется наоборот или останется прежним. Вот например, например в Китае, в Китае первый бутик, который открыли Эрмес, ты знаешь, да, эту историю? Два с половиной миллиона долларов была выручка за первый день. Была огромная очередь, сейчас в очереди огромные, невероятные какие-то Шанель, и все бутики стоят, и люди тратят деньги и просто вот истосковались по шоппингу. Вот как ты думаешь, у нас будет так же или по-другому? Вот что, кстати, Монако покупает что-нибудь сейчас? Что говорят? Естественно, это не так, как в Китае, то есть мы разные, да, они, возможно, только приходят к этому. Европа уже давно имеет возможность покупать, скажем так, сытые люди, поэтому покупается в Европе все умеренно. Да, в Китае, возможно, вот такой вот хаос, я бы сказала, да. Я не могу сказать, что в Европе что-то подобное происходит. Будучи даже очень богатым человеком, люди думают, прежде чем купить ту или иную вещь, она знала ли она действительно. То есть нет такого, что сметаются магазины, выносятся брендовые одежды, нет, я бы не сказала. А что ты думаешь по поводу онлайн-шоппинга? Вот у меня сколько было попыток, у меня практически все попытки неудачные. Потому что у меня приходят вещи, они классно смотрятся на моделях, на фото они приходят, и я все их переделываю. Вот что ты думаешь, может ли жить онлайн-шоппинг? Для меня нет. Со мной та же история, Ян, почему я не любила, никогда не заказывала онлайн, но только сейчас, находясь на карантине, да, ну что делать, хочется ту или иную вещь, да, хочется все-таки, мы готовимся, что мы выйдем из карантина и будем одеваться, и продолжать носить какие-то красивые вещи. Только сейчас я, наверное, заказала пару вещей. Так для меня онлайн-шоппинг не привлекателен. Я люблю пощупать, я могу потрогать, померить в магазине. И были такие случаи тоже, что я заказывала, либо размер не подходит, либо фактура ткани совершенно не та, которую я себе представляла. То есть для меня это сложно, действительно. И так как у меня очень маленький размер, мне действительно сложно. Иногда S, вот, допустим, был у меня такой случай, я заказала костюм спортивный S, но он просто на 5 размеров больше. При 43 килограммах, мне кажется, нужно не S, а XS, 100%. Если я уже XS ношу, слушай, скажи, пожалуйста, есть ли какие-то у тебя, что ты поняла на карантине, есть ли какие-то вещи, которые ты для себя открыла? Может быть, какой-то фильм, может быть, какую-то книгу. Я вот сейчас подсела на Екатерину, да, фильм, сериал «Русский». И, ты знаешь, вот ей было бы карантин, я, честно, бы его никогда не посмотрела. Может быть, у тебя какое-то есть то, что ты для себя открыла? Мы пересмотрели множество сериалов, множество фильмов, различные, так, с семьёй, с моей дочерью, также и триллеры, которые я обожаю, и сериалы, мне кажется, мы пересмотрели практически все. И книги я читаю также, и аудиокниги, тренинги, занимаюсь саморазвитием. Ну, то есть карантин пошёл 100% на пользу? Для нас карантин, да, пошёл на пользу. Я могла сказать, что нет, да, нет какого-то нетерпения, да, откройте двери, и мне нужно срочно выйти. Нет, конечно, такого нет. Да, хочется, чтобы бизнес вернулся, чтобы все люди стали работать, да, зарабатывать денег, прежде как мы это делали. Но находиться в изоляции, можно от этого тоже черпать какие-то положительные. Получать кайф, да, от самоизоляции. Да. Вот мы начали снимать ролики, вот, сначала все смеялись, а теперь уже все ждут. Поэтому самоизоляция, да, открывает какие-то новые истории. Они невероятно, невероятно интересные, смешные. Я тоже, кстати, хочу начать что-то снять, такое подобное, интересное. Да, ну, конечно, чтобы срочно не казался скучным. Вероника, спасибо тебе за прекрасный эфир. Спасибо. Спасибо большое, что Вероника поддержала нашу благотворительную историю, нашу с Naked Heart, с Натальей Водяновой, и поддержала этот благотворительный эфир. И спасибо тебе большое за то, что ты всегда занимаешься добрыми делами. Поэтому ты такая красивая, худенькая, и у тебя такая генетика, потому что ты тоже очень много делаешь добра. Я всегда говорю, бумеранг возвращается. Спасибо. Спасибо огромное, спасибо огромное за поддержку. Да, красавица.